Девочка Алиса В результате вы станете обладателем оригинальных сумок, подушек, украшений, но конечно в том случае, если присоединитесь к нам, а проводником сегодня будет Татьяна Лазарева. Девочка Алиса Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я предлагаю вам путешествие в волшебную текстильную страну, очень похожую на ту, в которую попала девочка Алиса, придуманная в 1862 году Льюисом Кэролом, а точнее профессором математики и логики Чарльзом Людвиджем Доджсоном. И вы, конечно, помните, что в волшебную страну Алиса попала благодаря волшебному вееру, случайно оброненному белым кроликом. Но у нас у текстильщиков есть свой прием, который так и называется веер. А вот сейчас мы этот волшебный веер вместе с вами и сделаем. Для начала нам нужно выполнить картонный шаблон. Берем круг. Он может быть любого диаметра. И делаем разметку. Мы делим круг на равные части. Их количество произвольное. Можно взять любое четное число деталей. Чтобы выполнить детали из картона, можно просто сложить круг пополам, потом еще раз пополам. И так до нужного вам количества деталей. А потом, согласно сгибам, делаем чертеж одной из них. Таким образом у вас может получиться совершенно неожиданная форма деталей веера. Потому что веер может быть заострен или закруглен. И ширина деталей тоже может быть очень разной. Вы можете взять для стачивания любое количество деталей. Потому что веер может быть раскрыт до 180 градусов. Или сокращен до 6 или 9, например. Посмотрите, как это может быть выглядеть в готовом изделии. Подушка выполнена из 24 деталей, которые стачены в круг. Их окончание заостренное. А вот такой вариант может быть из 20 деталей. Поэтому вы можете выбрать свой шаблон, своего размера и со своим краем. Вот эта сумка, которую мы сейчас будем делать, может быть с деталями более узкими. И естественно их количество будет увеличено. Если сложить ее пополам, у вас получится очаровательный веер, которому бы позавидовал белый кролик. Музыка 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 Продолжение следует... 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 Но и у нас у текстильщиков есть текстильный прием, который так и называется – головоломка. И сейчас я покажу, как его сделать. Сначала из картона мы выкраиваем треугольник любого размера. И дополняем его боковыми треугольниками так, чтобы в целом получился прямоугольник. Потом выкраиваем детали из ткани с припусками на швы и сшиваем вот в такой блок. Вы видите, что он состоит из этих же деталей – центральный треугольник и два боковых треугольника. Потом с помощью линейки или шаблона вы разрезаете деталь на равные части, то есть полоски равны по ширине. У вас получится несколько полос, которые вы переворачиваете вверх ногами и сшиваете снова в такой же блок из прямоугольника. Но только каждая деталь будет перевернута в обратном положении. Вот таким образом. То есть все четыре детальки образуют такую елочку. В целом блок будет выглядеть вот так. Это замечательный прием, который дает возможность экспериментировать с простейшей технологической конструкцией. Я уверена, что у вас будет огромное поле для экспериментов. Делайте это вместе с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... А кстати, англичанин Викторианин шел по свету в солнечном сиянии в неизменном цилиндре с солидными бакенбардами, с деловым портфелем и практичным зонтиком. Однако ночью с ним происходили невероятные вещи. Какой-то волшебный ветер вытаскивал его из постели и выбрасывал в окно, навстречу ветру и лунному блеску. И его цилиндр плыл над крышами и трубами домов. Зонт надувался и взметал в небо, как воздушный шар. А бакенбарды распахивались, как крылья птицы. Так писал о Льюисе Кэрроле Гелберт Кит Чистертон в 1932 году, столетию писателя. Обратите внимание, блок весьма прост, но он дает возможность получить самые разные рисунки. Вы можете менять цвет центрального треугольника и фона. Вы можете переворачивать эту головоломку вверх ногами. Вы можете соединять их в длинное полотно и у вас получится совершенно иной рисунок. Обратите внимание, и сумки, и подушки, они все сшиты из одного полка, который мы простегали вместе с синтепоном под кладкой вдоль полос. То есть каждая полосочка отстрочена машинной строчкой. А потом вы выбираете вид текстильного изделия и оформляете интерьер или делаете себе новую сумку. Экспериментируйте вместе с нами. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Сначала возник в Соединенных Штатах, а потом в Англии И означал собрание фракций для решения каких-то вопросов о кандидатстве или политическом направлении А вот в отношении оппозиционной партии, конкурирующей, этот же термин означал Бессмысленная беготня по кругу, не приносящая результатов, и при этом каждый старался урвать кусок пожарнее Бег по кругу этого эпизода первой редакции почему-то не был А вот наш бег по кругу будет весьма продуктивным Мы возьмем картонный шаблон Вы можете взять пластик, картон, любой материал, который можно с помощью ножниц, сделав вот такое количество зубчиков, превратить в рабочий инструмент Количество зубчиков, обращаю ваше внимание, должно быть неучетным Мы натягиваем центрально сходящиеся нити, закрепляем их И потом с помощью большой-большой иглы проводим любой текстильный материал Это могут быть шнуры, ленты, тесьма или узкие полоски ткани Как уточную нить, начиная от центра И заполнив вот таким образом всю рабочую поверхность нашего круглого инструмента Мы разрезаем с обратной стороны и завязываем как по храму все вертикально натянутые ниточки У вас получится вот такая очаровательная деталь, которая может превратиться и в брошь, и в сережку И вы можете использовать этот элемент вот такого размера А если шаблон у вас будет достаточно большой, то вы можете сделать и сумочку побольше Поэтому попробуйте сначала, как мы, сделать маленькую деталь, а потом перейти на больший формат Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А кстати, после бега по кругу все окружили Алису и стали кричать «Призы! Давай призы!» У нее в карманах было несколько сухих цукатов, которых хватило на всех, кроме нее «Но ты тоже заслуживаешь подарка!» — сказал Додо «У нее в кармане был только наперсток, который Додо торжественно ей вручил и сказал «Сударыня, позвольте от имени всех вручить вам этот замечательный наперсток, почетный приз» Все закричали и захлопали в ладоши, и я тоже бы закричала и захлопала в ладоши Ведь наперсток у маленькой девочки, гуляющей по берегу реки — это настоящее чудо» Наш мастер-класс завершен Маленькая девочка Алиса придумала замечательное правило От горчицы огорчаются, от лука лукавят, от вины винятся, а вот от сдобы добреют Как жаль, что люди не знают такого простого правила Ели бы сдобу и добрели От себя хочу добавить — улыбнитесь к себе, к одежде, относитесь с юмором И не нужно к моде относиться слишком серьезно Всего вам доброго, до новых встреч В волшебную страну текстильных чудес вместе с вами сегодня попала Татьяна Хазлина